Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Лет 30 тому назад когда я со своими друзьями ходил в храм под Москвой и когда какой-нибудь евангельский отрывок особенно кому-нибудь ложился на сердце обращаясь к священнику этот человек говорил какое сегодня было замечательное евангелие и этот батюшка неизменно всегда отвечал а какое похуже вот и все конечно улыбались и понимали что конечно все евангелие богодухновенно но тем не менее есть евангелие особенные такие места которые наибольшим образом концентрируют в себе и его дух и его строй и его главную мысль и вот к таким отрывкам как раз относятся и сегодняшнее чтение потому что оно свидетельствует о том что такое вообще есть любовь и причем свидетельствует так безукоризненно что без всяких прямых указаний на это сам человек который вопрошал спасителя он догадался и дал правильный ответ один законник встал испытываем Иисуса Христа сказал учитель что мне делать чтобы наследовать жизнь вечную господь по своему обычаю старается сделать так чтобы человек не получил готовый ответ а решил задачу сам Господь не только истинный пастор но он еще и самый выдающийся из учителей который когда-либо ходил по земле а задача учителя всегда заключается не в том чтобы нагрузить человеком каким-то сведениями которые он должен вызубрить а научить его определенным образом мыслить и чтобы он сам решал эти задачи поэтому он отсылает его к закону в законе что написано как читаешь он сказал в ответ возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим всей душой твоей всей крепости твоей всем разумением твоим и ближнего твоего яку сам себя о том чтобы любить Бога об этом даже не только христиане но даже и мусульмане знают что это необходимо а вот как возлюбить ближнего да еще как самого себя это задача под силу очень немногим к сожалению любить это еще ничего это мы можем а вот любить как самого себя не желать ближнему того что не хочешь себе и не делать ему того что не хочешь себе и прощать ему так как ты хочешь чтобы прощали тебе и не надоедать ближнему как ты не хочешь чтобы ближний надоедал тебе и не отказывать ему в просьбе так как ты всегда не желаешь чтобы тебе было отказано когда просишь ты это очень сложно поэтому этот умный книжник решил оправдать себя потому что Господь сказал правильно ты отвечал так поступай и будешь жить а вот как поступай вот именно если кто хочет из нас ну можно допустить что кто-то из нас может быть и хочет наследовать вечную жизнь так обычный человек на это мало ориентирован конечно в основном здесь пожить вот но может быть кто-то и хочет вечной жизни причем тут вот всегда происходит некоторая путаница но ее можно пояснить все мы сталкивались с такой ситуацией когда один человек спрашивает ну как жизнь а он отвечает да разве это жизнь то есть не все жизнь есть жизнь жизнь человеческая она может стать и кошмаром причем не во сне а наяву но наш земной кошмар он кончится со смертью а после смерти начинается другая жизнь и она тоже может стать продлением того кошмара в котором живем мы здесь только еще более трудным и тяжелым и поэтому господь желая нас спасти от этого кошмара нашей жизни он и пришел на землю для того чтобы спасти нас от греха который мучает нас здесь и будет продолжать мучить и там потому на самом деле человек существует конечно вечное но не всякое существование называется вечной жизнью вечная жизнь это только жизнь с Богом а вне Бога жизнь называется вечной смертью поэтому человек является участником вечной жизни либо уже на земле тогда эта жизнь продлевается и жизнь загробную либо человек живет в состоянии вечной смерти погруженной в грех и тогда эта жизнь его продлевается которая называется вечной смертью она продлевается и туда в инобытие и единственная возможность человеку избавиться от этого это научиться любить ближнего как самого себя и вот когда человек попытается вот кто-то из нас вдруг захочет попытаться возлюбить своего ближнего имеется ввиду не тех отдельных людей которых мы ну действительно любим есть достаточное количество людей у каждого из нас которые нам вполне приятны редко встречается человек который говорит ну я вообще никого не люблю мне все противны меня все раздражают всегда какой-то есть человек ну обычно из тех с которыми мы довольно редко общаемся потому что при близком общении мы не выдерживаем отношения любви они дают у нас всякие трещины сбои и так далее но вот если на известном расстоянии то мы как-то еще немножко любить согласно но вот как самого себя и мы когда будем это пытаться мы увидим что у нас ничего не получается а что нам мешает любить друг друга нам мешают наши болезни нашей души страсти ну вот например сребролюбие господь хочет чтобы не сребролюбие нас побеждало а мы бы побеждали его но стоит человеку одному ну вот даже находящийся в таких отношениях любви между собой заподозрить другого что он каким-то образом хочет посягнуть на какую-то часть его материального достояния то мгновенно может возникнуть ненависть причем даже между родственниками вот сейчас когда социализм отменили и появилось такое понятие вошло в нашу жизнь как собственность то из-за этой собственности которая ну естественно вещь совершенно временная каждый человек собственник он владеет только несколько лет или десятков лет каким-то имуществом а потом отправляется на тот свет благополучно сколько уже людей убили за это за эту собственность сколько поссорился родственников сколько ненависти возникло между братьями или сестрами наследниками одного и того же имущества сколько всяких проблем при разводах и так далее гораздо острее они встали теперь когда появилась собственность сколько всяких обманов и так далее совершенно интересной историей рассказывают люди как это бывает на какой только хитрость человек не пускается на какой коварств некоторые в судах уже проводят целые годы становятся профессионалами в итоге вся жизнь находится в суде для того чтобы вот каким-то образом ущипнуть часть этого имущества понятно когда такие отношения какая же тут любовь и оказывается чтобы достичь любви нужно преодолеть серебролюбие нужно уметь простить о чем и Господь говорит и так во всем как только человек пытается любить у него то гнев то серебролюбие то тщеславие вот сидят два человека начинают о чем-то беседовать и один вдруг а я и там а я а я и человек сидит сидит ему все скучнее становится скучнее а потом уже спустя там месяц другого он опять зовет в гости а тот не идет тот удивляется почему а надоело все уме я да я я да я а почему надоело по одной причине а потому что все он и он а когда же я вот в чем причина он же точно такой же тщеславный ему тоже хочется сказать как я иногда бывает так этому хочется сказать и этому и одновременно говорят дивная картина но она не способствует ни как любви абсолютно поэтому все наши вот эти душевные болезни они ее разрушают поэтому господь и говорит люби ближнего как самого себя не рассказывая подробно как это осуществить потому что каждый пытающийся любить он столкнется с тем что у него во-первых никого чувства нету к этому человеку он вообще не хочет ничего для него делать а он хочет все себе представьте себе вот с таким же чувством как мы желаем себе желать того же самого своему ближнему вот так же яростно с такой охотой с таким упорством и так далее и так далее как это для нас это вообще пока неразрешимая задача потому что любовь это уже совокупность всех совершенств чтобы достичь любви надо быть и терпеливым нужно быть и смиренным нужно быть и добрым и прочее 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 огромное количество нужно приобрести достоинств а уже потом можно надеяться что как любовь как некая царица нашего сердца нас посетит по милости Божьей вот и поэтому когда Господь это сказал законник этот человек конечно не глупый начитанный в Священном Писании он захотел себя оправдать потому что он конечно как разумный человек ну большинство людей неразумных обычно ему вот когда обычному человеку говоришь ты вообще-то дурак он сразу вступает в спор основной аргумент которого является ты же сам дурак вот что тоже верно на самом деле потому что ну кто может пожаловаться на свою такую безграничную мощь ума которая может вообще разрешить любую ситуацию конечно каждый человек грешный в чем-то ограничен и в этом смысле можно сказать что он дурак но гордость то не позволяет с этим согласиться гордость не может потерпеть вот еще Николай Васильевич Гоголь очень правильно заметил что человек с чем угодно согласится но ему очень трудно согласиться с тем что он дурак потому что человек существо-то разумное в какой-то степени не все же у нас через грех утрачено поэтому как-то почувствовать себя прослыть дураком человеку это очень тяжело с этим согласиться и он всегда человек хочет оправдаться он всегда хочет ну и самому себе и другим людям доказать что вот он не дурак ни в коем случае что это люди плохие что это там стечение обстоятельств и прочее прочее но не как что вот я сам глупый человек так иногда сам себе в сердцах и скажет по секрету дурак я дурак вот но так никак не во все услышит и вот он говорит а кто есть мой ближний интересная вообще фраза он хочет найти среди людей с которыми он поневоле иногда вступает в какое-то отношение которое оказался рядом с ним он хочет из них выбрать себе может быть действительно как-то отобрать кого любить а кого нет но на самом деле это не так господь то говорит о другой любви не потому я люблю что человек мне по нраву пришелся по душе и так далее и так далее как это бывает одного духа например это все не годится и грешники любят и язычники любящих их и вообще которыми им как-то люди импонируют господь говорит о другом качестве сердца что человек с помощью Евангелия благодати Божией достигает такого состояния души когда он милует и любит вообще всякое творение Божие всякого человека как икону всякому человеку хочет так же помочь как хотел бы чтобы помогли ему вот господь говорит а этот опять хочет выбрать ты вот мне скажи очерти круг моих ближних вот и я буду стараться их любить как-то вот этому милостыню окажу тому с крышей помогу четвертого сыночка куда-то устрою вот сделаю так 5-6 для того чтобы там где-то за столом козырять а я вот это сделал а я вот это у любого самого злого человека всегда найдутся добрые дела но Господь не об этом говорит добрые дела вещь хорошая но они хороши исключительно как упражнение для того чтобы умягчить сердце чтобы оно стало добрым не просто время от времени ну мы же умные люди понимаем что вообще если одно зло творить никому ничего так вообще жить нельзя а потом ведь добро творить это же удовольствие это же каждый понимает сделал человеку доброе дело и самому приятно это совершенно понятно но речь опять не о твоем удовольствии речь идет а речь идет о том чтобы у тебя сердце было мягкое а зачем это вообще нужно только в мягкое сердце может благодать Божия войти вот для чего и вот это вхождение и есть царство Божие царство вечное это есть вечная жизнь вот вот для чего не само по себе что наши добрые дела это вообще смешно это все равно вечная временная вещь временная вещь ну помог человеку деньгами ну он их истратил все проблема опять новая ну вылечил человека ну он пожил еще 15 лет и опять умер вот и что что такого нового ну выучил ребенка так сказать помог ему с образованием он потом спился вот спрашивается сколько деньги на ветер так сказать это все равно все время то что ты сделал доброе дело это все хорошо это совершенно не пропадет но цель она все равно много выше поэтому вот этот наивный законник тогда Господь говорит притчу про милосердного самарянина которого мы все хорошо знаем ну а кто не знает еще есть время ее хорошо узнать можно даже сегодня прийти и еще раз дома прочитать потому что это очень важный текст из священных писаний не зная его даже христианином быть нельзя и вот под этим самарянином Господь сокрыл самого себя и вот самое интересное на что бы мне хотелось обратить ваше внимание уже когда Господь сказал эту притчу он обратился к этому законнику и спрашивает вот кто из этих троих думаешь ты был ближний попавшему разбойник вот кто из троих священник левит ну это ветхозаветный диакон или же вот этот самарянин вот задайте вопрос почему Господь в притче называет именно самарянина самарянин был презираемый человек он был неправильной веры к ним не разрешал с ними даже заговаривать вот просто приветствовать на дороге это люди которых нужно было обходить за версту как некая такая нечисть господь господь специально в этой притче вводит этого самарянина и вот этот законник он вынужден был признать что самарянин поступил с этим человеком как настоящий ближний оказал ему любовь то есть это мое животное мое вот я его свое животное отдаю ему это мои деньги мои я плачу за гостиницу и своих денег за него гостинику говорю что ты не волнуйся если ты больше потратишь я приду и тебе все возмещу то есть каждый из нас бы так хотел вот если на меня кто-то напал я хотел бы чтобы кто-то меня взял положил бы в свой мерседес всего окровавленного там грязного вот прям с ногами вот на это на задние сиденья отвез в больницу заплатил бы санитару врачу чтобы я не в приемном покое не лежал вот а чтобы они быстро со мной что-нибудь сделали вот и потом бы когда при выходе тоже на мое бы имя счет бы пришел за койко дни а чтобы там кто-то еще за меня бы заплатил поди плохо да вот каждый бы этого захотел но он это сделал сам ради кого да никого ради человека который его презирал который ненавидел который он обходил за версту и вот ради этого он сделал почему а потому что у него было милующее сердце вот у этого самарянина было милующее сердце ему было все равно как к нему этот человек относится иудей он самарянин там хананиянин это совершенно не важно вот человек вот он попал в такую трагическую ситуацию нужно ему помочь он даже не думает нужно не нужно вопрос так не стоит он уберет и ему помогают почему потому что он добрый потому что он хороший человек потому что он христианин вот этот поступок христианский и вот этот поступок имеет сокрушительную силу после того как человек этот самарин совершил этот поступок каждое его слово этого человека оно будет иметь большую важность для этого израильного человека потому что он не на словах был христианин а на деле и вот Господь ему говорит вот и ты иди и твори так же вот каждый из нас в ту меру в которой он сможет это в своей жизни повторить по отношению допустим к родной матери что не часто встречается по отношению к родной жене там к собственным детям к соседям с которым рядом живем с братьями с сестрами своими хотя бы с родственниками вот хотя бы к родственникам относиться по-христиански к сотрудникам по работе я уж не говорю что вот просто первый попавшийся человек который нам попался на дорогу вот Господь ставит нам как бы высшую планку а каждый из нас в ту меру в которую он к ней сумеет приблизиться вот в ту меру он и сможет ощутить дыхание вечной жизни и стать христианином как мы видим понять это все очень просто и может быть даже нечто такое совершить в своей жизни может каждый для этого даже не нужно быть христианином не нужно это каждый человек потому что как сказал один древний христианин всякая душа по природе своей она христианка она по природе своей онтологически она христианская душа вот если мы хотим быть со Христом мы должны поступать так мы должны быть как агнцы посреди волков да пусть весь мир превратится в волков пусть весь мир помешается над деньгами пусть все с ума посходит пусть они из-за денег из-за нефти все перекроят все взорвут но если ты хочешь быть христианином ты все равно должен поступать так как поступил милосердный самарин почему потому что все их мнимые достижения они временные а милосердие и любовь оно вечное поэтому весь сатанизм который существует в нашем мире он обращен только вот к нашему временному грешному существованию а христианство дает нам путь в вечность поэтому и вот эта притча о милосердном сомнении она столь для нас важна благословение Господне на вас так у благодати и человека любим свидания притча и велики веков господи и велики Продолжение следует...